Друзья, здравствуйте! С вами Владимир, бывалый путешественник, и мы рассмотрим путешествие этого сезона, а именно семейное путешествие, ориентированное на детские эмоции, на кемпере. Это тот момент, когда вы берете кемпер, садитесь всей семьей, едете по самым злачным местам Европы, то есть вы увидите столько эмоциональных дней, что вы о таком путешествии будете помнить долгие-долгие годы. Она останется у вас на память, вырежется как лучшее время, проведенное со своей семьей. Это самое бюджетное путешествие, и о цене мы поговорим немножечко позже, а сейчас вкратце расскажу, что же мы увидим. А побываем мы в самом крутом аквапарке, это Сунтаго, это последний аквапарк, который сделали в Европе, это самые протяженные горки, дети будут просто без ума, их это не оставит разнодушным. Это самая большая детская локация. Помимо этого мы посетим соляные копии, это просто шедевр, который занесен в ЮНЕСКО. Это настоящее достояние человечества, но по сути это подземный город, в котором есть, например, вот такая часовня, каплица, открытые книги, концертный зал, отели, рестораны. Порядка 150 километров под землей вы будете наслаждаться шедеврами. Мы заскочим в Диснейленд. Это самый последний Диснейленд, который сделан в Европе, он сделан по принципу парижского Диснейленда. Мы побываем на детской дискотеке в Диснейленде и лично потанцуем с Эльзой. Это большая редкость, что Эльза и ее помощники будут участвовать в мероприятии с вашим ребенком. Мы останемся у горы Конотоп и будем смотреть, как живут ребята в городе, который называется Закопаны, в котором на лошадях ездят чаще, чем на машинах, потому что в горах это действительно удобнее. Необычная архитектура, которой нигде нет в мире. Мы поднимемся на самую высокую гору, побываем в самой глубокой пещере. Мы поедим такую кухню, о которой можно было только мечтать. Раз уж мы оказались в Закопаны, конечно же мы посетим Круповку. Это самая злачная улица Закопаны. Она нас зачарует своим необычным колоритом. То есть вы увидите настоящую горную деревушку, проживете в ней какую-то часть времени со своей семьей. Увидите необычайные виды, которые можно видеть только здесь. Настоящий альпийский лук с этими милыми овечками. Вы сможете лично наслаждаться этим, часами наблюдая вот эти виды из окна своего автомобиля, из окна кафе. А также пройдем порядка 12 километров в одну сторону, в заповедник, где действительно необычайная дельственная природа. Примерно такая, как на Байкале в России, потому что морское око, этот маршрут, он точно такой же, как Байкал, один из пяти озер, которые завораживают людей, которые хотят здесь остаться, увидев кристальную чистую воду, в которой плавает форель на склоне гор. Маршрут рассчитан на 7 лучших дней вашей жизни с ориентировочной стоимостью 1300-1600 евро. Все включено, чтобы ваш мозг наслаждался не ценой, а этими незабываемыми минуты в кругу своей семьи. Итак, поехали. Это вторая серия. Напомню, что мы уже второй день в пути, едем мы на кемпере. И второй наш день – это посещение Сунтаго. Как мне показалось, мы поступили весьма разумно. Мы приехали в понедельник в 9 утра. То есть в понедельник в 9 утра – это рекордно низкая посещаемость аквапарка Сунтаго. Как правило, у таких заведений есть один огромный минус – это большие очереди на горке и слишком многолюдно. Как правило. Поэтому второй день посещения мы распланировали так, что мы приезжаем с утра с 9 и до 9 вечера. Итак, вход Сунтаго. Сразу встречает нас вот эта стеклянная горка периодически. Оттуда кто-то вылетает. Это довольно прикольно. И большой холл. Мы видим, что здесь все распланировано так, что они ждут много посетителей. И смотрите, как сложно сюда зайти, как в аэропорту примерно. Он реально здоровый. Смотрите, какую милую штучку мы встретили. Робот, который убирает и следит за порядком Сунтаго. Дети были в восторге пообщаться сразу при встрече с такой замечательной игрушкой. Итак, мы входим внутрь. И надо сказать, что здесь довольно стандартные раздевалки. Может быть, это и хорошо. Самый большой крытый аквапарк Европы. Ну, так написано в рекламных проспектах и на сайтах парка. Более 700 живых пальм. Посмотрите на ваших видео. Пальмы из Малайзии, Флавиды, Майами, Коста-Рики. Много горок, саун, бассейн. Уже несколько лет я с нетерпением следил за его строительством. И вот, наконец-то, я здесь. А я инженер-строитель. И я много знаю о людях, которые строили его. Лично с ними встречался. И я буду смотреть на него, как многодетный папа, который приехал сюда с детьми. Но вместе с тем и как инженер-строитель, который посетил практически все аквапарки. Поэтому мой взгляд будет, наверное, излишне критичен. Но, по крайней мере, это будет другое альтернативное мнение. Я обратил внимание, что слишком много отзывов. И как положительных, так и отрицательных. Ну что ж, будем разбираться. Мне нравится панорама. То есть дизайн и энергономика помещений развернута довольно симпатично. Смотрите, как он развернут по отношению к виду. Шикарный вид на озеро. Огромный атриум. Но я чаще буду обращать внимание вот на этих девочек со шваврами. Вы понимаете, что они юзают этой штукой и грязную воду гоняют туда-сюда, туда-сюда. И это ужасно. Поднимаемся на второй этаж. Я вижу огромную площадь. Я понимаю, что она распланирована неправильно. То есть мы идем сейчас по ПВЦ. ПВЦ здесь. Вот в этом части она положена технологически верно. Со всеми деформационными швами. Это кранополовский ПВЦ. Здесь он хорош. Но я вижу, что огромное помещение просто пустует. Подходим к первому заведению, где можно попитаться. Это пиццерия. Здесь мы можем видеть фиксированные цены. И средняя стоимость блюда где-то порядка 7-8 евро. Вот. И стандартная итальянская кухня, скажем так, неплоха. Но мне она не понравилась. Я думаю, что не одному, только мне. Потому что здесь почему-то подозрительно мало людей. Даже в это время. Вот. Ну, потом посмотрим в другое место, где людей будет побольше. Где мы в конечном итоге решили перекусить. Там еда будет на вес. Итак, вид со второго этажа. С балкончика. Мне нравится. Если я потерял своего ребенка, я поднимался сюда. И так или иначе мог его находить. То есть обзор здесь довольно неплох. Для того, чтобы найти моего ребенка. Важное замечание. Я вам скажу, что аквапак делится на три зоны. Это джиманго. Джиманго плюс релакс. Джиманго релакс плюс сценариум. И сказать к слову, я приехал с детьми. И мы будем посещать только одну из трех зон. То есть просто детскую зону. Поэтому это обзор для тех, кто отправляется сюда с детьми. Только их интересно. Вот эта ленивая река. Я не взял с собой экшн-камеру. Но это самый шедевр, который мы здесь нашли. То есть ты внутрь заплываешь. И по примеру Диснея ты проплываешь как будто бы внутри в сказке. Ну и кто был в Диснейленде, он поймет меня. О чем я говорю. Это очень эпично. Очень красиво. Дети были в восторге. И ленивая река. Наверное, 10 из 10 я бы за нее дал. Итак, пиццерия. Заметьте, она пуста. Но вам решать, где кто будет кушать. Может быть парочкам здесь будет довольно мило посидеть. Не так много народу. Вот. Может быть кому-то гламурным девушкам здесь тоже будет красиво. Но семье здесь, как мы решили, делать нечего. Хоть средний человек не столь велик. Но... Ну, в общем, итальянская пицца Бене. Добро пожаловать. Двигаемся мы дальше. Это второй этаж. Вид на пальмы шикарен. Это очень красиво. Пальмы все живые, да? Вы понимаете? Более 700 живых пальм. Это шедеврально. Это очень круто. Мне понравились вот эти столики, когда можно сесть большой семьей. И заодно, во-первых, у вас хороший панорамный вид и на озеро, и на сам аквапарк. Прям таки Майами, да? Очень круто. Вот здесь локационное место для посидеть неплохое. Смотрите, огромный пустой зал. И мороженщик вот такой скучающий. Можно было заполнить чем-то более интересным. Но, может быть, это все впереди. Движемся дальше. И вот здесь находится вторая часть аквапарка. И выглядит все довольно достойно. Я думаю, что там очень круто. Но мы туда не брали билет. Мы с детьми. Нам там не место. Самое приятное, что здесь есть в детской зоне, это вот эта волна. Она очень грамотно спроектирована. То есть, там будет хорошо и взрослым, и детям. Необычайное количество специалистов, которые следят за вашей безопасностью. И каждый раз, когда включалась волна, кому-то нужна была помощь. Ему моментально ее оказывали. Человек не успевал даже нахлебаться волды. Вот безопасность здесь поставлена очень на высоком уровне. И это приятно. Это очень приятно. Волна спроектирована очень грамотно. Она очень сильна. Она доставляет массу удовольствий. В час ее запускали, если не ошибаюсь, два или три раза. Это шикарное развлечение. От нее были восторги. Смотрите, особенно с краю осторожнее. Там самая мощная волна, но сбивает с ног даже, скажем так, мужиков с приличным весом. Вот. Вот это очень приятная вещь. Это круто. Это офигенно. И вид. Вид. Я все время вам рассказываю о том, что вид на пальмы, вид на воду голубую. Это отдых. Это релакс. 700 живых растений. Когда ты понимаешь, что это не пластик. Это тебя подкупает. Это круто. То есть ты в этих растениях можешь положить шезлонг, постелить полотенце. Ну, не сказать, что они пахнут, но само ощущение того, что ты находишься в тропических джунглях, особенно когда, например, вокруг зима, будет там минус 21, это очень круто. Есть магазины. Магазины, как мне показались, недороги. И там есть действительно те вещи, которые тебе срочно понадобились. Порвали плавочки, потеряли где-то игрушку детскую. Или еще там надувной какой-нибудь штучку безопасности. Тут же можно ее сразу купить. Вот второй вариант, где можно покушать. И там народу падено. Что хорошо, что вы берете поднос и как в столовке ложите на вес прекрасную вкусную кухню. 12 евро с человека одного. Поедите от пуза и будете очень довольны. Как я считаю, цена достойна. Достойна, потому что и кухня того стоит. Шикарный вот такой барчик, где можно взять коктейль. Хотите внутри, а хотите просто выйти в Infinity бассейн. Тоже, опять же, шикарным видом на озеро. Это прикольно. Это в основном для парочек, которые хотят уединиться. И вдруг они оказались в детской зоне. Либо те, кто приехали с одним ребенком, которым не нужно за ним следить. Он где-то бегает. И здесь могут посидеть родители и действительно немного отдохнуть. Безопасность, как мне показалось, здесь очень хорошо работает. И получить какую-либо травму, либо невозможно, либо тут же вам будет оказана медицинская помощь. Это мне так показалось, это мое субъективное мнение. Возможно, у кого-то она будет другое. Итак, гуляем мы по тропическому саду. Обращаем внимание на пол. Пол сделан неправильно. Там есть скользкая плитка, 60 на 60 по Доникс. И она, видите, как блестит? Она скользкая, она не совсем безопасная, как мне показалось. Но есть вот такие шикарные раздевалки, где все в голубом мраморе. Прекрасное исполнение. Вот здесь такое ощущение, как будто бы работала отдельная бригада. И она сделала свою работу прям очень хорошо. Но вот эти девочки с грязной шваброй, гоняющей грязную воду, это ужас. Это просто ужас, потому что в аквапарке, это современный новый аквапарк с таким количеством грубых недочетов и дефектов. Ну, я просто... Я понимаю, что здесь неправильно было выбрана фирма, которая занимается технодированием и проверкой качества работ строителей. Потому что дизайн, энергономика, сама мысль, она великолепна. Исполнение... Ну, такое ощущение, как будто бы этот аквапарк ногами строили. Это ужас. Это просто ужас. Ошибка с материалами и ошибка с исполнителями. И самый большой минус это технодзору. Смотрите на это болото. То есть, видите, по бокам идет белая разуклонка. И разуклонка стоит выше, чем основной полы. И поэтому вокруг просто болото. Дети просто хлюпают, бегают по болоту. И это болото даже не пытаются разогнать щеточками. Посмотрите, как будто вот наводнение произошло. Видите, вот белая, где идут люди, это трап. Неправильно сделана разуклонка. Настолько грубо и неправильно, что это просто начинает бесить. Это ужасно. Но горки, они великолепные. Вы просто просмотрите на этот зал этих шикарных голов. Если бы не вот этот улитый просто грязной водой пол, то я вам скажу, это было бы гениальное место. Вот детская зона. Она очень неплохо сформирована. Очень безопасна. И здесь бегают дети до, скажем, 10 лет. На разном уровне разные безопасные горки. Огромная просто детская локация. И тут, опять же, так интересно спроектировано. Если дети потерялись, они могут зайти на мостик и без труда найти своих родителей. Потому что слово потерялись в этом огромном аквапарке, оно звучит вполне нормально. Ребенок ушел на горку и считает, что ты его потерял из своего вида где-то на минут 30-30 час. Поэтому здесь, в принципе, спроектирована локация так, что если ты запереживал, ты найдешь свою маму. Сейчас идем на детскую локацию. Такие мостики на разном уровне, которые позволяют ребенку прокатиться на разные горки и заодно найти свою маму, если вдруг ребенок заблудился. Это очень хорошо, грамотно сделано. Такая же локация есть для взрослых и локация для детей. Как мне показалось, это просто шедеврально. У меня будут вопросы к материалу и крепежным деталям, из которых все это сделано. Я вам скажу, что гарантирую, что через два года это все будет ржавое и состояние будет ужасное. А ремонт всего этого будет стоить столько, что вряд ли они позволят себе такой скорый ремонт. Есть ошибка в деталях. Я знаю такие аквапарки, и это ужасно. Это ужасно. То есть, когда вот эти мелочи, они будут убивать практически все. Если вы увидите коррозию, если вы увидите плесень и увидите лужи горять грязной воды при таком большом количестве народу, ну, по крайней мере, это не гигиично, либо это оставит у вас негативные эмоции, да, и вы сюда больше не поедете. Посмотрите, аквапарку меньше двух лет, уже окислились все металлоконструкции, которые цинкованы. Это что же за состояние цинка и элементов крепления. Вот сбоку видно опять, да, видите, белый это трап и лужи. Ну, как такое могло быть, что он не сделает грамотно разоглонку? Это такие детские ошибки при таком миллиардном проекте. Сделано из дорогих материалов, понимаете? Но сделано настолько небрежно, настолько некачественно, что, ну, просто ужас. Вот, видите, это лужа, и вот разуклонка. Лужа и разуклонка, и вот эти черные пятна, как вы думаете, это что? Это первый признак того, что здесь очень скоро появится глубокая плесень, и если даже вы будете ее чистить агрессивной химией, ничего хорошего из этого не получится. Возвращаемся к горкам. Горки безупречны, горки шикарные, энергономика их продумана просто идеально. Хорошо, что вот эти все круги, смотрите, парень закидывает на специальный лифт, и их не надо таскать руками, они поднимаются все, каждый на свой начальный этап. Это очень круто, это очень правильно, это действительно хорошо, поэтому здесь такой, знаете, как бы борьба эмоций. Смотрите, я зашел в туалет, тут нету разуклонки, обратите внимание, меньше двух лет уже коррозия начинает съедать весь металл. Это просто ужасно, ужасно примыкание стыки, подрезка плитки, и нету разуклонки. Это вся моча, простите, видите, на полу, это уже не вода. Это моча, смешанная с водой, и она не поступает в трапы. Количество трапов для такого помещения недостаточно. Видите, один маленький трап, соточка, а должен быть над каждым прибором, стоящим здесь, при таком потоке. И вот это вот вонище, вот это вот моча, люди ногами наступают сюда, а потом бегут в ту ту зону детскую, где было это болотце. И это все очень негигиенично, это ужасно. Скользкая плитка, и постоянное напоминание о том, что осторожно, сейчас вы упадете и разобьете себе голову. Но это некомфортно. Это то место, где мы, посадочное место, в ленивую реку, сделано очень грамотно, сейчас мало людей, но когда людей много, то люди входят по трапу в одном месте, выходят в другом, и очередь здесь сформирована очень грамотно, и вот это, наверное, лучшая детская локация. Подсушка полотенцев, это гениальное решение, то есть ваши полотенца, они не мокрые, а пока вы чем-то там занимаетесь, плаваете, они сушатся. Все пальмы с капельным поливом, и они действительно натуральны, и это очень большой шедевр, держать их в таком состоянии, чтобы они были в хорошем климате, это шедеврально, это очень круто. Ну, рядом опять Корнополовский ПВЦ, который на втором этаже положили правильно, внизу положили неправильно, под него зашла вода, эта вода будет тухнуть, кислеть постепенно в этой зоне, а это зона релакса, где человек должен лежать и кайфовать, да, то у него будет такой запах легкой плесени. Это будет в течение первых двух лет уже ярко выраженной проблемой. Видите, скользкий пол, и постоянно, осторожно упадешь, осторожно упадешь, осторожно упадешь. Какого черта вы поставили эту плитку, и не сделали разуклонку, и убрали бы эти нахрен напоминания. Ленивая река на улице, она очень правильно сделана, очень круто, здесь вообще нет вопросов, количество людей, которые следят за безопасностью, даже в этом участке трое, это очень много, это вход, бассейн инфинити, и в ленивую реку, это очень круто, вот это сделано правильно. на случай дождя или солнца, место уличного бара, он очень грамотно сформирован, очень красиво, вот это порядочное место, но за ним фасад, который ржавеет, а ему менее двух лет. Я не знаю, кто несет гарантию за эти работы, но ржавый фасад, у которого, смотрите, что цвет крыши, что соломенный, да, что цвет фасада, он уже ржавый, но как, как можно было строить, из чего его его строили, это ужас просто, это просто ужас. Но дизайн, локация, опять же, люди, следящие за безопасностью, все очень сделано круто. Уличная локация и детская и взрослая 5 баллов. Сделано грамотно, и я представляю, как круто здесь зимой. Если этот бассейн будет зимний, и энергоресурсы не дешевые, они смогут его потянуть, чтобы он работал, это очень хорошее место, это очень круто. Да, сам аквапарк тоже не дешев, я понимаю, и если их экономика справится с этим, это прекрасное место. Вот этот обалденный атриум, это тоже действительно шикарнейшее творение человечества, и это круто. Все растения, вот эти экзотические экзотика, они все натуральные, представляете? И они все в прекрасном состоянии, то есть растения не больные, растения, это тем, кто занимается здесь флористикой, снимаю шляпу. Вот ребята, которые здесь занимаются ландшафтным дизайном и следят за всем этим, это действительно люди, знающие свое дело. Обратите внимание на силиконовый шов, видите, местами черный, местами оторвался. Силикон работает так, что он должен приклеен быть слева и справа, а внизу должна быть шов и пустота. Этого не сделали, просто грубо нарушили технологию, и теперь это просто такое жалкое подобие силиконового шова с какой-то грязью, разуклонки, которые не работают. Это ужас. Смотрите, уже штукатурка, здесь была использована штукатурка на гипсовой основе, уже начала вздуваться и краска начала отлетать. Бедные девочки, украиночки, которые бегают здесь с мопсами, с мопами. Трапы, представляете, дешевые китайские, не из нержавейки, уже поставили и заржавели. Представляете, сколько себестоимость замены такого трапа? Катастрофа. Но вот этот мрамор, он просто волшебный, и исполнение его шикарное, но на весь зал одна маленькая разуклонка, 110-ра ливневка. Вы смеетесь? Опять осторожно упадете, осторожно упадете, осторожно упадете. Как можно было допустить такие грубые ошибки, я просто не представляю. Поэтому здесь эмоции то плюс, то минус, то плюс, то минус, то плюс, то минус. И это хорошо, что этот парк вызывает эмоцию, мне так кажется. но он будет очень много вызывать негатива, буквально через пару-тройку лет, когда все это начнет ржаветь и сыпаться. Шикарное решение, вы можете оставить все свои гаджеты на зарядке, пока будете мыться. Вот такой он был обзор от инженера-строителя, многодетного отца, и второй день путешествия на кемпере. А мы продолжаем двигаться дальше по самым злачным местам Европы, и так уж получилось, что все самое злачное и интересное в этом году находится в Польше. До новых встреч! С вами был Владимир, путешественник на кемпере, который делает вам честные обзоры. Всем пока!